Здравствуйте! В эфире Православная Красногория. В ближайшие субботы в Православной Церкви посвящена поминовению усопших. Об этом, а также о святых, которые будут праздноваться на следующей неделе, мы поговорим сегодня с гостем в студии, алтарником, журналистом Алексеем Чесноковым. Добрый вечер, Алексей! Давайте обсудим те темы, которые мы приготовили для сегодняшнего эфира. Здравствуйте, батюшка! И первый вопрос, как вы уже сказали, о ближайшей родительской субботе. Почему она называется родительской и почему она называется Дмитриевской родительской субботой? Всегда начало ноября, конец октября, суббота посвящена теме поминовения усопших и носит название Дмитриевской родительской субботы, так как имеет двойное происхождение. С одной стороны, было установлено Дмитрием Донским память о погибших воинах на Куликовом поле. Когда случилось это страшное сражение, больше 250 тысяч, в том числе и наших соотечественников, погибли, защищая свою родину, защищая свою веру. И вот святой князь Дмитрий Донской, который был прославлен в лике святых впоследствии, приехал снова в Троицей Сергееву Лавру и была совершена панихида по погибшим воинам, преподобным Сергием. И вот с этого момента началось каждый год вспоминаться тот великий подвиг, который совершили воины в честь своей родины на Куликовом поле. Но впоследствии, конечно, люди захотели поминать и родителей этих воинов, и постепенно сложилась такая традиция родительской субботы. И решили, чтобы какой-то был один день определенный, то решили совершать это поминовение в субботу накануне памяти святого великомучика Дмитрия Солунского. Память совершается 8 ноября. Даже у нас в Красногорском районе есть село Дмитровское, которое носит название этого святого Дмитрия Солунского, поскольку там находится храм великомученика Дмитрия и один из двух храмов Красногорского района, который никогда не закрывался. С недавних пор это стало патриаршным подворьем, этот храм. И очень люди всегда с большой любовью относились к этому храму. Многое жители Красногорска были крещены в этом храме в годы советских гонений на церковь и на православие. И при этом Дмитрий Солунский являлся небесным покровителем князя Дмитрия Донского. И вот решили установить в субботу накануне Дня памяти Дмитрия Солунского совершать поминовение усопших. Назвали эту субботу Дмитриевской родительской, поскольку в первую очередь зачастую человек среди тех, кого поминают об усопших, очень часто присутствуют родители или родители родителей, то есть бабушки, дедушки, к сожалению, среди почивших, то получил такое название родительской. Когда мы вспоминаем те, кто основал род той или иной семьи и той или иной фамилии. И вот совершается память всех усопших. Но когда в 1612 году произошло чудесное избавление России от не менее жестокого иноплеменного захватничества и было установлено поминовение в честь Казанской иконы Божьей Матери, то есть такое установление, что если память Казанской иконы Божьей Матери выпадает на ту же субботу, что и родительская, то родительская переносится на субботу, на еще одну субботу назад, скажем так. Вот поэтому, хотя еще будет одна суббота накануне 8 ноября, но это день, с недавних пор еще день народного единства, день Казанской иконы Божьей Матери, то, соответственно, вот в ближайшую субботу будут совершаться поминовения усопших, где будем вспоминать и героев Куликовской битвы, и всех тех людей, кого уже нет с нами, но кто дороги нашему сердцу и кто дороги нам, поскольку являются нашими дальними родственниками, но уже не являются в живых. А скажите, зачем вообще вот поминать усопших? Люди спрашивают, что это дает усопшим и живым? Как мы знаем, любовь – один из главных критериев жизни верующего христианина, и поэтому, когда совершается, например, чин отпевания, то во время чина отпевания приносят, например, живые цветы, как символ любви живых людей к тому человеку, которому мы опиваем. Ведь живые цветы когда дарят? Дарят, например, юноша, чтобы завивать сердце невесты, прибегает к цветам, или там муж, чтобы расположить себе жену, или какие-то свои возможные ошибки в семейной жизни исправить, и чтобы найти возможность поговорить с женой, приносить цветы – знак такой любви и примирения. То есть живые цветы, они очень часто создают вот эту атмосферу любви и радости в тех условиях, которые они дарятся. Ученик несет, свою учительница, сначала на 1 сентября, а затем, когда школу закончил, знак благодарности за какие-то свои жизненные успехи, что учительница помогла сделать вот этот первый шаг на пути к успехам. И вот так же мы приносим цветы человеку, который умер, понимая, что телесно он умер, но у него есть душа, и душа его бессмертна, жива всегда, и эту душу мы должны любить. Поэтому люди очень трепетно относятся к моменту погребения, к отпеванию, стараются все сделать максимально хорошо и правильно. К сожалению, появилось очень много примет в последнее время, которые, конечно, далеки от любви и христианского вероучения, поэтому ни в коем случае не надо соблюдать, переворачивать табуретки, закрывать окна, зеркала. Это все является вот той ложью, которая, ну, совершенно печальная и совершенно лишняя во время проводов и отпеваний. Но при этом, как еще мы можем помочь душе человека? Вот молитвой. Поэтому с древности молитва об усопших занимала особое место. И каждый верующий христианин, если открывает молитвенник, да, молитвослов и читает молитвы утренние, вечерние, то видит, что и в утренних и вечерних молитвах есть обязательные поминовения и живых, и усопших. Так что вот это взаимная молитва за живых и молитва скорее всегда может быть взаимной, потому что об усопших, потому что усопшие надо нуждаются в этой молитве, потому что непонятно, куда пойдет их душа. И вот это поминовение, которое необходимо для вот этой бессмертной души, что можно сделать для бессмертной души? Строить поминки, но это скорее утешение для тех, кто провожает этого человека, чем утешение для того, кто умер. Ему эти поминки не сильно могут помочь. Или вообще он с ним никак не соприкасается. А вот с молитвой он может почувствовать. Иногда даже бывает усопшие снятся человеку. Человек там просыпается в холодном поту от такого сна. Помолился в таких случаях. Почувствовал легкость, утешение, вот прям какая-то какая-то благость. Почувствовал после того, как вот такого, может быть, не совсем приятного сна взял и помолился этого человека. Поэтому молитва то, что дает нам возможность вот этой связи, соединения и помощи усопшему человеку. Поэтому мы совершаем эту молитву за тех, кто уже почил. Надеюсь, что и им она поможет. А если человек оказался в раю перед престолом Божиим, он помолится за нас, получится вот такая обоюдная молитва с взаимной помощью друг для друга. И поэтому и сила ее огромная. Да, ведь сколько свидетельств в церкви, когда молитва человека меняла участь усопшего. А бессмертная душа есть. И как говорил один из мудрых людей, вот Блес Паскаль, что если человек не верит в Бога, а кажется там, что все-таки загробная жизнь есть, то он очень многое потеряет. А если человек верит, что загробная жизнь и будет трудиться роднее, то после смерти он очень многое приобретет. Поэтому лучше верить и в том и в другом случае, и жить так, чтобы после смерти что-либо приобрести. Примерно такая у него была мысль. Мысль о том, что загробная жизнь она для человека будет. Все-таки нам надо жить так, чтобы достойно эту загробную жизнь для себя устроить здесь на земле. Есть и другая сторона того, как можем помочь усопшим. Это творить в память о нем добрые дела. То есть успеть сделать все то, чего он не успел хорошего сделать здесь на земле. Поэтому появляются иногда благотворительные фонды памяти о усопшем человеке. Что вот этот усопщик был злым, жестоким и родственники понимают, что он очень много зла сделал. Начинают создавать фонд в его память и ради памяти творить добрые дела одно другое, чтобы полностью постараться в глазах божьих поменять его участь за счет вот этих добрых дел. Это тоже сильная помощь для усопшего. Поэтому молитва и добрые дела те два столпа, на которых изъявится в первую очередь наше поминовение усопших, которое мы совершаем верующие люди, это сугубая молитва и доброделание и многие святые, вот святая преподобная ученица Елизавета один из самых сильных примеров и примеров недалекого прошлого, которое у нас было, что когда у нее убили мужа, то она создала целый обитель милосердия и центральная помощь, которую она оказывала, вернее, центральное побуждение к вот этим добрым делам для нее было то, что у нее муж жил, может быть, не совсем правильной жизнью и, может быть, не успел что-то доделать, не успел покаяться в каких-то грехах и она очень за это переживала, что вот как он окажется перед престолом Божиим, а много чего не успел. И вот чтобы успеть, помочь ему успеть, она начала творить добрые дела и даже в аптеке иногда бесплатные лекарства раздавались по необходимости людям. То есть всяческая помощь оказывалась. И вот этот пример того, как в итоге сама стала святой, и есть огромная вероятность того, что можно считать, что она сумела как-то многое доделать за мужа, чтобы и муж попал в Царство Небесное. А вот какие еще церковь предлагает верующему человеку методы помощи по поминовению усопших, помимо родительской субботы? Ну, как мы знаем, есть добрая традиция, когда в день смерти покойного, в день его рождения, в день ангела, и раньше это было нормой, всегда звали священника на кладбище, чтобы он послужил панихиду, потому что кладбище это место святое. Если мы откроем требник, ту книгу, в которой священник совершает требы, то есть то, что народ требует, что народ требует, ослепить квартиру, машину, молебен о здравии, пивание, панихида, вот все эти требы написаны в чинопоследовании всех треб, крещение, венчание, написано в книге, которая называется «Тревник». И вот в «Тревнике» есть чин на основании освящения места для захоронений, то есть кладбище было все святым местом, сначала вгораживалось, освящалось, и только потом там начинали хоронить людей. Это было такое место святое, и грустно, когда сейчас на некоторых кладбищах, слава Богу, все меньше, бывает там свалки начинают устраивать, еще что-то делать. Это святое место, потому что там находится прах родных и близких, без которых не было бы следующих поколений. Хотя бы заодно это надо уважать и ценить этих людей, конечно, не устраивать всяких непонятных вещей. Иногда люди начинают, убираются в могиле, где-то там мусор росят, еще что-то. Таких вещей, конечно, не должно быть на кладбище. И вот звали священника послужить, или в храме заказывали панихиду, ученик в храме служил панихиду. В память его преснапоминаем. То есть тот человек, который сегодня особо поминается. Плюс тому устраивали трапезы, но не с водкой. Вообще все алкогольные напитки на зоопокойных трапезах никогда не присутствовали. С одной стороны тоже хотели, чтобы у человека была покойная сладкая жизнь, а все-таки большинство алкогольных напитков далеки от сладостей. А во-вторых, что это, у каждой трапезы должны быть свои какие-то все-таки особенности. И трапеза свадебная, она возможна с каким-то содержанием алкоголя, с песнями, с танцами, с радостью о том, что вот человек женится, или замуж выходит девушка. Это большое радостное событие. здесь все-таки событие нелишенное горести и печали по-человечески, никогда алкоголь не присутствовал. Стали трапезы для кого устраивают? Для неимущих людей, в первую очередь. Не для себя. Человек может поесть и без такого повода, а устраивают для тех, кто, например, не может себе позволить мясо купить. Вот семья тяжело живет. И вот таких людей звали, убогих, больных, нищих. И вот для них устраивают то, чтобы они устроили для них пир, они обрадовались, помолились бы за этого человека. И такая была бы ему помощь, поддержка. И вот те еще какие-то средства, помимо добрых дел, которые, конечно, должны быть необходимы. Это в первую очередь почаще собираться в дни памяти на кладбище священника звать, чтобы просто это было какое-то там собрались и ушли. Не было просто пустого собирания. Надо собраться просто так. Иногда люди могут собраться и сделать много хорошего и полезного. И более правильно, когда там батюшку позовут, договориться заранее со священником. Также на следующей неделе празднуется память одного из выдающихся церковных деятелей. первых веков христианства апостол Луки, который был и апостолом, и евангелистом, и иконописцем. Расскажите, пожалуйста, о нем и о его житии. Даже особым цветом выделено имя апостола Луки в церковном календаре, потому что действительно он был очень значимым и серьезным святым на заре новозаветной церкви христианства. Он был при этом в обычной жизни мирской и врачом, врачом талантливым, хорошим, имевшим определенное уважение среди тех людей, которых он лечил. И самое главное, в таких профессиях, как врач, губернатор или управленец городом, это не когда ты говоришь я врач или я губернатор, а когда народ уважает и чтит тебя за твои дела. Вот апостол Лука был таким человеком, который народ чтил за все те деяния врачебные, которые он совершал. Но в какой-то момент он веровал во Христа, стал апостолом, апостолом от 70, скажем так, второй волной апостолов, были первые 12 апостолов, и была вторая апостола, которые, может быть, не видели уже всех чудес Христа, но все равно видели Христа, видел Божью Матерь. И вот когда случилось событие крестной смерти, воскресение, вознесение Христа, то последствия апостол Лука по указанию Божьей Матери написал первую икону, считает, что это образ Владимирской иконы Божьей Матери по церковному преданию, поэтому так особо чтится эта икона в нашем стране и вообще во всем мире. И много нескольких других, тут исторические данные разные, кто-то говорит, может, другая икона была первой, но, тем не менее, Божья Матерь его благословила на это дело, дело иконописи, и так зародилась иконопись, то есть, он стал еще и первым иконописцем, но самым первым является Христос, как мы знаем, что первая икона это нерукотворенный образ Спасителя, что Христос сам создал этот образ чудесным образом, через, когда умылся, вытерлся полотенцем и передал одному царю, который сильно болел, врачи ему не помогали никто, тогда он просил своего придворного художника, чтобы он поехал, пошел, написал картину, и он бы тогда хотя бы у этой картины попросил исцеления, вот настолько такая вера зарядилась у этого царя, но никак не мог написать образ, даже приступить к нему настолько был поражен ликом Христа живым, художник, что в итоге Христос сам видя его мысли, подозвал его, говорит, вот передай вот это полотенце, плат, посмотрел на этом плате образ Христа, и вот он очень обрадовался царю, и действительно получил исцеление от этого плата, который затем в историю церковной жизни, всемирной истории вошел как нерукотворенное, то есть созданный неруками образ Спасителя. А вот и уже рукотворенные образы до иконы, первым их автором стал апостол Лука, за что он особо чтится, и в иконописных школах этот день такой один из самых праздничных дней церковного года, и если не ошибаюсь, даже в Московской Духовной Академии, в иконописном отделении руководитель этого отделения тоже носит в монашестве имя Луки, так ему прообразовательно дали это имя, и он стал возглавлять целое направление по воспитанию будущих иконописцев, которые принесут немало духовной пользы для нашего Отечества. Вот одна из самых страшных еретических волн, которая пыталась захлестнуть церковный корабль, это была волна ереси иконоборчества. Как же так могло получиться, что сама Богородица благословила апостола Лукона на Писании иконы, Господь, своим нерукотворенным образом дал здравие и знак того, что иконы так важны, и вдруг появилась такая ересь. Много каких событий в истории церкви и истории вселенной, есть в историях некоторых семей, когда люди, родные воюют и борются за наследство родного отца, говорят о том, как же так, близкие, родные люди воюют так, как будто они с противоположных концов всего и вся. и вот поэтому удивление вызывает вот эта иконоборческая ересь, которая возникла и поддержали даже часть священников, возникла она из того, что от неправильного понимания того, как мы должны действовать. у нас все-таки в жизни должно быть правильное понимание, должны быть некоторые ориентиры, и вот для нас ориентиры для верующих людей это в первую очередь Евангелие и Десять Западей. И вот Десять Западей одна из которых гласит не створи себе кумира ни на земле, ни над землей, ни под землей там в воде, да вообще нигде никаких кумиров себе не твори. Не поклоняйся им, не служи. Вот такая очень важная заповедь для нас через правку Моисея Господь дал. Но когда появились иконы, то часть людей считали, что вот иконы это тоже кумир. И стоит сказать, что во время иконоборческой ереси императоры, которые поддержали в какой-то момент иконоборцев, даже давали приказ убивать, были мученики за иконы. Мученики, которые убили за то, что они молились перед иконой. И вот Иоанн Дамаскин один из главных людей, которые боролись за правильное понимание, что такое икона. Даже был удивлен, как несколько лет назад зашел в книжный магазин. И в книжном магазине среди обычной классики зарубежной была книга Иоанна Иоанн Дамаскина трясло в защиту иконопочитания. Даже в книжном магазине продавца спросил, говорит, очень часто эту книгу покупают, она долго на полке не стоит. Хотя не среди какого-то религиозного дела, а среди обычных классических книг, даже в серии, как мировая классика, не помню, как серия называется. Вот вошла эта книга Иоанна Дамаскина, которая пользуется большим уважением, авторитетом. Иоанн Дамаскин говорит о том, что мы никогда не поклоняемся иконе как какому-то излоянию подобно языческому. То есть человек не молится, встает перед иконой и не думает о том, какие красивые краски, вот желтая, красная, как их соединил художник, как нимб, он сумел выделить, так золотой, как, наверное, откуда-нибудь там с другой стороны привез, у нас на стране такого нет золота. Человек не об этом никогда не задумывается, вставая перед иконой, человек видит образ. И, как говорят многие защитники иконопочитания, от образа восходят к первому образу, то есть тому, что было изображено. То есть в Ветхом Завете почему не было икон? Потому что не было, во-первых, живого воплощения Бога, то есть Бога никто не видел, поэтому Бога не изображали ни в каком виде. видели ангелов, поэтому в скине были изображения херувимов, ангельские изображения были, потому что их видели, то есть Иоанда Маскина о чем говорит? О том, что, во-первых, нельзя изображать то, что мы не видели. Поэтому вы увидели Христа, увидели, как сам Христос создал свой первый образ через нерукотворенный образ. И затем начали делать то же самое. И самое главное, люди стали получать исцеление. И никто никогда не задумывается о там сколько красок, изобилия цветов в иконе. Не молятся вот там святая красная краска, помоги мне, да? Молятся иконе, и поэтому какие есть определения иконы? Окно в вечность. что человек в виде иконы начинает молиться перед ним. Ведь есть икона, перед которой невозможно молиться. Вот захватил лжепатриарх Филарет на Украине несколько храмов. И вот один из храмов, который захватил, там находится мощь великомученица Варвара. И вот наш паломник, который ездит, сейчас, конечно, сложнее добраться до Украины из-за всех этих печальных и трагических событий. Вот когда ездили, то стараясь, конечно, на службе быть нельзя, причащаться, исповедоваться в этом храме нельзя, но к мощам стремятся приложиться. И, говорит, когда поднимают глаза вверх, смотрят на росписи, на иконы в этом храме, говорят, рука не поднимается, даже перекрестится. иконописцы. То есть, настолько нет вот этого окна вечность, потому что иконописцы их духовный уровень не дотягивают до святости, если они находятся в расколе. Да нет этого жертвенного труда, который необходим для иконописца. А вот приходят люди в Третьяковскую галерею, смотрят на икону Рублева, святого преподобного Андрея Троица, приходит Фрам, говорит, я хочу креститься. Говорит, мне уже не надо бесед, я понимаю, что это такое. Я увидел эту икону, поставил перед ней час, и я понял, что есть другой мир, есть другая жизнь, я вот захочу всего этого. Говорит, опущение, что я куда-то туда за икону зашел, и мне стало так легко и благостно. Я говорю, хочу всегда быть в этом состоянии. В том состоянии, в котором, наверное, был Андрей Рублев, когда писал эту икону, и то состояние, которое ты погружаешь, благодаря вот этому. У тебя Андрей Рублев не ставит такой цели. Напишу-ка я сейчас какой-то популярный шедевр, чтобы люди шесть веков спустя поклонялись и деньги платили, чтобы пойти посмотреть на мой шедевр. Я не думаю, что для вообще не было таких мыслей. Просто он решил от глубины своей духовной жизни написать икону. И труд иконописца очень сложный. Иногда иконописец говорит, за два дня могу написать икону, иногда пишется одна икона полгода. Не получается, не дотягивает иконописца порой до того уровня, на котором должна икона быть написана. Вот он начинает молиться, налагает на себя пост, и наконец получается написать действительно икону, чтобы человеку в виде этой иконы захотелось перекреститься. Поэтому та защита иконопочитания, которая была в церкви, говорит о том, что мы не кистем, краском или труду художника поклоняемся, мы поклоняемся тому образу, который изображен. Но не перед всякой иконой можно молиться. Есть икона, которая, как я уже сказал, художник, пишет человек, но без духовной жизни иконы вообще не получатся. Поэтому если мы посмотрим, у нас много таких примеров в 19 веке, когда части иконописцев порой считали, что достаточно профессионального образования, духовность не нужна, и смоточной иконы нет. В 19 веке они очень чувственные, очень душевные, но духа и бога, святости в этих иконах не находишь. Поэтому церковь и так защищает иконопочитание, напоминая о том, что мы восходим к первому образу. И если в Ветхом Завете рай был закрыт, Бога никто не видел, поэтому соответственно говорить о какой-то максимальной святости и иконопочитании даже и не думали, то Новый Завет, время, когда Христос через свои крестные страдания и воскресения открывает рай, время, когда Христос является, люди видят образ Бога через Христа, то и появились иконы, как возможно нам напомнить об этом. Да, ведь мы же делаем фотографии. Тоже сейчас, можно иконы сравнить с фотографией наших близких. Люди делают фотографии близких, ставят их на видное место, и в этом нет никакого творения кумира. Смотрят на это приятно, смотришь, супруги фотографии в своей второй половинке всегда с собой, где там носят в кармане у сердца, смотрят, так приятно лишний раз напомнить о том объекте любви, который у них есть. Но они не творят из этого кумира, начинают хвалять фотографии больше, чем кто на ней изображен. Человек даже не думает, вот все-таки как хорошо вот Кэнон работает, такую фотографию удалось создать. Человек даже не задумывается, думает о том образе, который изображен. И понимает, что это любимый человек, ради которого я должен на работе достойно трудить, чтобы меня не уволили, еще что-то делать, цветы дарить, подарки, внимание уделять. Семейные ужины посещающие организовать, чтобы делиться взаимными эмоциями, создавать крепкую и любящую семью. Вот то же самое с иконой. Мы же вообще и поэтому иконоборство напирали, что вот там люди поклоняются кистям, краскам, творят все кумира, заповедь нарушают. Я вот когда маленький был, пришел в церковь, вообще в этом не думал. Не думал там бумажные иконы, небумажные, как она написана. Приходил, вот смотрел икону, как находил отрок в сердце, хотелось перед ней перекреститься, помолиться. Жизнь поменять хотелось. Смотришь на глаза святого человека на иконе и прямо когда-то стыдно, что вот а я вот какие-то плохие поступки делаю, родителей обижаю, оценки плохие получаю. Жизнь хотелось менять. От них глаз святого человека на иконе. И сколько таких случаев вот святитель Лука в своей книге «Я полюбил страдания» описывал, как он, например, хотел уехать уже из страны, были у них такие мысли. И смотрит, и ему так стало стыдно смотреть на икону, что он хочет свою пасту возможно даже бросить. И он в итоге остался, не уехал. И стал величайшим человеком, одним из самых почитаемых и любимых и в церкви, и за пределами церкви. По сей день его труды по медицине пользуются огромной популярностью. Его очерки гнойной хирургии. И вот этот пример, пример, то, что даже глаза святых людей порой меняют на иконах. И никогда я в детстве не задумывался, и в юности это уже, когда начал изучать этот вопрос и смотреть, что совершенно иконоборцы о том, о чем и говорят, вообще этого нет и никак это не сопряжено с реальностью. Поэтому этот пример, с другой стороны, того, что прежде чем о чем-то говорить или совершать шаги, надо очень максимально продумать, особенно если касается двух сторон, подумать за обе стороны. Не будут ли мои поступки вызывать некую агрессию и страшные последствия. Иконоборцы, они, к сожалению, своим действием очень много страшных последствий произвели, которые очень печально отразились на том периоде истории, что люди умирали от их действий, их убивали. Но, слава Богу, все-таки правда восторжествовала, и каждый год в первое воскресенье Великого Поста мы совершаем чин торжества прославия в церкви, и на центр храма выносятся иконы Спасителя, Божьей Матери, святых храма, совершается молебен, где вспоминаются те, кто претерпел мучения за веру и правду, и прославляется та истинная правда, читается символ веры, читаются другие важные мультивословия, которые подчеркивают, что иконопочитание и почитание икон это не творение кумира, а некая наша помощь в духовной жизни, что иногда, как люди говорят, вот пока не увижу, не поверю. Для таких людей, в том числе появились иконы, когда люди приходят, и очень много даже моих знакомых, которые на данный момент может быть не совсем близки к церкви, своими делами, своей жизнью, но стремятся к этому, они считают, что лучшее место в Третьяковской галерее это иконный зал, что там действительно сопряжение с чем-то необъяснимо прекрасным, такое ощущение, что другой мир, он получается ощутить вот в иконном зале Третьяковской галереи, который говорит на свое время, многие картины этого не дают, есть картины, которые как-то радуют сердце, но вот сопряжение с чем-то другим, вот это такие вот вещи дают только иконы, поэтому всем желаю хотя бы раз оказаться в иконном зале Третьяковской галереи, зайти посмотреть в древние наши храмы, где остались еще росписи давние, проверенные временем и святостью иконописцев, ведь даже находятся в некоторых древних храмах росписи говорят, возможно это росписи Рублева, и тут же особая, под свою особую защиту такие храмы берутся, потому что Максимайя говорит, это обязательно надо сохранить, потому что настолько, говорит, трогает сердце например фрески Рублева, что люди говорят, иной раз бесед перед крещением не надо, все становится понятным от одних глаз тех святых, которые Рублев написал в своих шедеврах и в своем творчестве. А вот еще вопрос по поводу икон, а чудотворные иконы, почему какая-то одна икона и вдруг оказывается, что люди к ней идут именно к этой иконе, как так возникает? Тут надо понимать, что с одной стороны любая икона может стать чудотворной, если мы сердцем помолимся перед этой иконой, попросим у нее помощи и высока вероятность, что если мы это сделаем по-настоящему, с сердцем, с изменением всей своей жизни, то мы получим максимальную помощь. Но стали люди замечать, что вот какие-то иконы очень много всяких свидетельств стали собирать, о том, что какие-то иконы имеют особую какую-то благодать. Тут разные причины до конца почему Господь судил каким-то иконам иметь особое значение в церкви, в жизни людей. Только Господь один знает, но мне кажется, не лишено правды и такое мнение, что показывается святость иконописца, который эту икону написал, что иконописец сделал очень святое дело и максимально потрудился и люди получили помощь. Так же, как святые люди, что любой священник призван, например, быть чудотворцем, то есть творить чудеса, вымаливать у Бога помощи для того или иного человека. Но чем более святая жизнь человека, тем как вот жития святых. Если мы внимательно будем читать «Я святых», то у некоторых святых есть такие интересные слова о том, что человек живет такой жизнью, что Господь постоянно его слышал. То есть человек сделал свое сердце чистым. В заповеде «Блаженство» мы читаем о том, что блаженны или счастливы чистые сердцем, так как они увидят или узрят под церковью Савянской Бога. Это когда человек трудится над своим сердцем так, чтобы оно было максимально чисто, то он начинает видеть Бога и Господь его постоянно слышит, что потом такая фраза идет в «Житие» святых некоторых. Господь постоянно его слышал, поэтому Сергий Радонинский с детства берег свое сердце. Сначала с детства благодаря воспитанию родителей, дальше благодаря собственным трудам. в итоге настолько сберег свое сердце сделал чистым, что и исцелял, воскрешал и всячески помогал людям. И люди говорят, вот Бог у него в душе, и к нему стремился тысячи людей. У тебя были другие священники, но часть священников может быть жили не совсем в такой полноценной святой жизни, как Сергий Радонинский, может быть кто-то в силу обстоятельств того, что было трудное время гонений на церковь стороны иноплеменных захватчиков, что многие храмы закрывались, уничтожались, и немало было мучеников татаро-монгольского иго в тот период. И мы знаем, что есть даже святые и пророславные святые за свое исповедование веры перед ханом или перед другими воинами, ставки хана. И поэтому также с иконами, что может быть иконописец потрудился так вот усердно и написал такую икону, что Господь видит труд иконописца, презирает, смотрит на молитвы, людей и помогает. Поэтому ему но надо понимать, что самое главное чудо, которое должно произойти, это чудо стать человеком хозяина самого себя. Тогда и Господь будет слышать, и страсти одолевать не будут, и жизнь будет правильной и верной. Спасибо, Алексей, что вы нашли время прийти помочь с проведением эфира. о всех призываю не забывать молиться о своих усопших, творить добрые дела в память о них, чтобы действительно помощь для усопших была настоящей, правильной и полезной. Да хранит вас Господь!